Здравствуйте, ребята! Сегодня тема нашей с вами встречи звучит как биосфера, земная оболочка. И к сегодняшнему уроку вы уже знаете, что наша планета состоит из нескольких оболочек или сфер. Твердая внешняя оболочка Земли называется литосфера. Воды Земли, которые находятся в жидком, твердом и газообразном состоянии, объединяются в гидросферу. Ну и воздушная оболочка Земли – это атмосфера. Не изученной для вас осталась только биосфера – среда обитания живых организмов, в том числе человека. Главное отличие Земли от других планет Солнечной системы – это наличие на ней жизни. Положение Земли в Солнечной системе, ее размеры и масса позволяют ей иметь воздушную и водную оболочки, состав которых благоприятствовал созданию условий для развития на ней жизни. Биосфера возникла гораздо позднее, чем все другие сферы Земли. Только представьте себе, как бы выглядела Земля без растений и животных. Вместо травы, лесов, кустарников – голые скалы. А вместо шума листвы – шуршание травы, пение птиц, полная тишина. К счастью, около 3 миллиардов лет назад в Древнем океане на нашей Земле зародилась жизнь. Это были простейшие микроорганизмы и одноклеточные водоросли. Затем появились более сложные организмы, а постепенно растения и животные вышли на сушу. Около 40 тысяч лет назад на Земле появился человек. Итак, биосфера – это земная оболочка, в которой существуют живые организмы и продукты их жизнедеятельности. Понятие биосферы впервые было упомянуто в книге «Гидрология» в 1802 году французским естествоиспытателем Жаном Батистом Ламарком. Сам же термин «биосфера» был введен в 1875 году австрийским геологом, президентом Венской академии наук, профессором Эдуардом Зюсом. «Биос» с греческого – это «жизнь», а «сфера» – это «шар» или «слой». В 20-е годы XX века выдающийся русский ученый Владимир Иванович Вернадский, имя которого носит наш Крымский федеральный университет, выделил эту земную оболочку как самостоятельную и разработал целостное учение о биосфере. Именно он доказал, что биосфера – это единая сплошная оболочка, которая связана всеобщим круговоротом вещества и энергии, подобно тому, как воды ядросферы связаны круговоротом воды. Данные ученые, живя в разное время, по-разному определяли, что такое биосфера. Эдуард Зюс определял биосферу как тонкую пленку на земной поверхности, которая в незначительной степени определяет облик всей планеты. Владимир Иванович Вернадский характеризовал биосферу как область распространения жизни, включая наряду с организмами и среду их обитания. Живые организмы исключительно разнообразны, и ученые могут лишь приблизительно на сегодняшний день посчитать, что их около трех миллионов видов, которые подразделяются на четыре основные царства. Царство бактерий, царство растений, животных и грибов. К царству бактерий относятся мельчайшие живые существа, которые обитают повсюду – в воздухе, в воде, почве. Это один из древнейших организмов на нашей планете. Большинство из них используют в пищу готовые органические вещества, разрушая мертвые останки и паразитируя на живых организмах. 21% всего числа организмов приходится на растения. Но их общая масса почти в 100 раз превосходит массу животных. Характерной чертой этих организмов является то, что они способны самостоятельно создавать все необходимые им органические вещества. Достаточно получая света, углекислого газа из воздуха и минеральных солей из почвы. Представители царства животных больше всего в природе. Практически все из них питаются готовыми органическими веществами. Отличает их от других организмов и то, что они могут самостоятельно передвигаться. Ну и царство грибов. Эти организмы неподвижны. Они не могут сами создавать органические вещества, используя солнечный свет, углекислый газ и минеральные соли. Формы жизни отличаются большим разнообразием. Чем проще устроен организм, тем шире он распространен на нашей планете. Если минералов на Земле насчитывается около 4 тысяч, то число растений около 500 тысяч видов. А число животных – полтора миллиона. Среди животных преобладают насекомые, а среди растений – цветковые или покрытосеменные. Всего 4% в царстве животных занимают позвоночные, из которых десятая часть млекопитающих, в том числе и человек. Большинство организмов сосредоточено на суше. И общая масса живых организмов, то есть биомасса суши, превышает общую биомассу мирового океана более чем в 200 раз. В океане же свободно плавающие в толще организмы рыбы, киты, морские черепахи относятся к группе нектона. Есть огромная группа мельчайших океанических обитателей – это планктон, который переносится течениями. И чаще всего планктон состоит из множества микроскопических водорослей, медуз, рачков и мальков, которые служат пищей для большинства рыб. Также выделяется группа бентаса – тех организмов, которые находятся или обитают, вернее, на дне, как, например, водоросли, моллюски и крабы. Основная масса организмов океана обитает на глубине до 200 метров – там, где больше тепла и света. Ну и биосфера имеет свои границы. Биосфера – это земное пространство, в котором существует жизнь. Границы ее не являются абсолютно ровными и точными. По теории Академика Вернадского, верхняя и нижняя границы биосферы определяются факторами земной среды, которые делают возможным или невозможным существование живых организмов. Физическим пределом распространения жизни в атмосфере является озоновый слой, расположенный на высоте около 20 км от поверхности Земли. Озоновый слой ограничивает распространение жизни, так как выше его концентрация ультрафиолетовых лучей превосходит допустимую для живых организмов. В океанах же нижняя глубина распространения или нижняя граница распространения жизни на Земле достигает глубины 10 км. В литосфере нижняя граница биосферы проходит на глубине 3-3,5 км ниже земной поверхности и имеет нечеткий достаточно характер. Она определяется такой температурой земных недр, при которой жизнь невозможна. Владимир Иванович Вернадский определял эту температуру как плюс 100 градусов Цельсия. Таким образом, толщина биосферы составляет немногим в сумме более 20 км. Ну и если брать в общем и целом, то, конечно же, большая часть жизни сосредоточена в пределах верхней части литосферы, нижней части атмосферы и занимает всю гидросферу. По большей части, конечно же, она сосредоточена возле поверхности Земли и в верхних слоях океанов. В биосфере существует также круговорот веществ. Растения поглощают солнечную энергию, преобразуют ее в органическое вещество или тело растений, такие как стебли, листья и корни. Эта растительная масса чаще всего служит кормом для травоядных животных, а их, в свою очередь, поедают хищники. Отмерзшие растения и погибшие животные попадают в землю или на морское дно. Часть из них преобразуется микроорганизмами и превращается на суши в перегной, главную составляющую плодородия почвы. А на этой почве, в свою очередь, снова вырастут растения, их съедят травоядные животные и так далее. Так происходит круговорот веществ в биосфере. Другая же часть отмерзших животных и растений в течение длительного времени превращается в осадочные горные породы. Так образуются известняк, мел, уголь и коралловые острова. Главной чертой биосферы является ее постоянное обновление рождения и умирания миллионов различных растений и животных. Ну а в круговороте веществ биосферы под воздействием солнечного света и тепла растений, животные и микроорганизмы связаны между собой и другими земными оболочками. Я надеюсь, наша с вами сегодняшняя встреча поможет вам разобраться с новым материалом и в дальнейшем у вас не возникнет никаких сложностей. Всего доброго! Здравствуйте, дорогие шестиклассники! Сегодня мы продолжаем изучать сложную, но интересную часть речи. Это глагол. Тема урока, наклонение глагола, изъявительное наклонение. Сейчас я вам предлагаю вспомнить то, что хорошо известно. Прочитайте слова «спряжение», «вид», «переходность», «возвратность», «лицо», «время», «число», «наклонение». Каким словосочетанием можно назвать эти понятия? И вы с уверенностью скажете, что это морфологические признаки глагола. Давайте с вами вспомним, какие относятся к постоянным, а какие к непостоянным. И вы ответите, что к постоянным признакам относятся вид, спряжение, переходность и возвратность. А вот к непостоянным – лицо, число и время. Какой из признаков вам еще не знаком? Конечно, это наклонение. И сегодня мы с вами рассмотрим наклонение глаголов, научимся различать их изъявительное, сослагательное, условное и повелительное. И отработаем умение находить в тексте изъявительное наклонение. Прочитайте глаголы. Прочитал, не люблю, прочитал бы, читаю, знаем, живут, задают, читайте. Какие из глаголов обозначают реальное действие, которое происходило в прошлом или происходит в настоящем? Какой глагол обозначает желаемое действие? Это прочитал бы. И какой глагол выражает просьбу или требование? Глагол читайте. Так мы выяснили, что в русском языке выделяют три формы наклонения. Это изъявительное, сослагательное или условное и повелительное. Глаголы изъявительного наклонения обозначают действие реальное, которое происходит, происходило или будет происходить. Например, улыбаюсь, улыбнулся, буду улыбаться. Повелительное наклонение обозначает действие, которое требуют или просят выполнить. Не грусти, улыбнись. Попробуем выделить корень в слове изъявительное. Корень яв. Что нам может рассказать об изъявительном наклонении его название? В этом слове можно обнаружить древний корень яв, который в современном языке есть в других однокоренных словах. Яв – реальная действительность, явный – видимый, очевидный и явление – событие, случай. Таким образом, глаголы в изъявительном наклонении обозначают действие реальной действительности, как бы наяву, которые происходят, произошли или произойдут. Отличительная черта изъявительного наклонения состоит в том, что оно имеет формы времени. Настоящее, прошедшее и будущее. Настоящее отвечает на вопрос «что делаю?», в прошедшем времени глагол отвечает на вопрос «что делал?», «что сделал?», ну а в будущее «что буду делать?», «что сделаю?». Также с теоретическим материалом вы можете познакомиться в своих учебниках и прочитать то, о чем я вам сегодня рассказываю. Теперь перейдем к практической части и попытаемся выполнить следующее упражнение. В данном предложении глагол «бежит» употребляется в форме настоящего времени, поэтому перед нами изъявительное наклонение. «Мне подарили книгу». Глагол «подарили» стоит в форме прошедшего времени, поэтому это изъявительное наклонение. «Он хочет научиться всему хорошему». Глагол «хочет научиться» стоит в форме будущего времени, это также изъявительное наклонение. «Конь бежит», «земля дрожит», «из ноздрей дым валит». Здесь три глагола «бежит», «дрожит» и «валит». Глаголы стоят в форме настоящего времени, это также изъявительное наклонение. Следующее задание наше будет такое. Потребите глаголы, данные в скобках, в форме прошедшего времени и распределите на две группы эти глаголы. И предложения такие. «Вода замерзнуть». Ну, давайте прочитаем, что должно получиться. «Вода замерзла». «Замерзла» — это глагол, стоящий в прошедшем времени, и также на прошедшее время указывает суффикс «л». Листья высохли и поникли, дирижер взмахнул палочкой. И мы видим, что первые три предложения относятся к первой группе, потому что форма прошедшего времени образована с помощью суффикса «л». А вот остальные предложения, источник истяк, костер потух, ветер стих, это тоже изъявительное наклонение, но глаголы образованы без суффикса «л». Ситуация, ребята, такая. Давайте прочитаем три предложения и подумаем, в значении какого времени употребляется время в следующих предложениях. «Дверь нет-нет да скрипнет, он как стукнет по столу. Еду сегодня ночью отдыхать на море. Так и отдал тебе эту книгу. Держи карман шире». В первом предложении мы видим глаголы «скрипнет, стукнет». Они стоят в форме будущего времени, в значении настоящего. «Еду сегодня ночью отдыхать на море». Во втором предложении глаголы стоят в настоящем времени, в значении будущего. «Так я и отдал тебе эту книгу. Держи карман шире». Глаголы «отдал», «держи» употреблены в прошедшем времени, но в значении будущего. И таким образом мы с вами делаем вывод. В речи используются слова одного времени в значении другого для того, чтобы усилить выразительность. Это является отличительной особенностью изъявительного наклонения. Ребят, но чтобы употребить глаголы в нужном времени, наклонения, нужно помнить, что в таких предложениях мы можем допустить грамматические ошибки. И давайте посмотрим на следующие предложения, попытаемся их вместе с вами исправить. «Тамара Ивановна приходит к нам домой и все рассказала маме». Глагол «приходит» употреблен в данном предложении в настоящем времени, рассказала это прошедшее время, но в данном предложении глаголы должны употребляться только в прошедшем времени. Что же получается? «Тамара Ивановна пришла к нам домой и все рассказала маме». Во втором предложении «Когда щенки подросли, их сажали на цепь». «Подросли» – глагол употребляется в совершенном виде, что сделали, а «сажали», что делали – это несовершенный вид. Предложение должно звучать следующим образом. «Когда щенки подросли, их сажали на цепь». И третье предложение. «Когда я подходил, собака у крыльца снова лаяла». Должно звучать следующим образом предложение. «Когда я подошел, у крыльца лаяла собака». Ребята, будьте внимательны, когда вы употребляете предложение глаголы, чтобы избежать грамматические ошибки. Давайте с вами закрепим то, что мы сегодня изучили. И предлагаю вам выполнить следующие тестовые задания. Первое задание. «В каком ряду все слова являются глаголами изъявительного наклонения?» Первая строчка. «Спал, говорите, уходи, сказал бы». Мы видим, что в этой строчке глагол употребляется и в условном наклонении «сказал бы». «Уходи» – это повелительное наклонение. Значит, этот ряд нам не подходит. Во втором ряду. «Ответил, смотрел, смотри и смотрю». Глагол «смотри» употребляется в форме повелительного наклонения. Строчка не подходит нам. И третье. «Плакала, ответил, говорю и буду молчать». Все четыре глагола употребляются в форме изъявительного наклонения. Второе задание я предлагаю вам выполнить самостоятельно, а мы движемся дальше. Какая пословица лишняя? Слово «жжет хуже огня», ветер горы разрушает, слово «народы поднимает». Сначала подумай, потом говори, и доброе слово режет сталь. Третье предложение является лишним, потому что в нем употреблены глаголы в форме повелительного наклонения. И последнее задание. Что обозначает глаголы в изъявительном наклонении? Первое. Действия, желаемые или возможные при определенных условиях. Действия, которые происходили, происходят или будут происходить на самом деле. И третье. Действия, которые кто-то требует или просит выполнить. И мы с вами с легкостью ответим, что вторая строчка является верной. Переходим к домашнему заданию. Вы дома должны будете подготовить устный рассказ о наклонении глагола с примерами, выполнить упражнение 534, задание 2-4, специально вывела на слайд текст этого упражнения. Ну и, конечно же, кто хочет получить более высокую оценку, вы пишете сочинение описания «Весна в моем городе» или «Весна в моей деревне», используя глаголы в изъявительном наклонении. Спасибо за внимание. До новых встреч! Здравствуйте, дорогие шестиклассники! Мы сегодня с вами начинаем говорить о зарубежной литературе. И, конечно же, первый урок наш сегодняшний мы посвящаем мифам Древней Греции. Вы все прекрасно знаете, что есть такая страна – Греция. Но вам будет, наверное, интересно узнать о том, что Грецию называем так только мы. Те люди, которые проживают на территории этой страны, называют ее Элладой, а себя – Эллинцами. Очень древняя страна, замечательная. Когда-то в далекие-далекие времена образовалось государство – Древняя Греция. Были построены такие замечательные города, как Афины, Фивы, Спарта. И очень много великолепных произведений искусств, которые до сих пор почитаются эталонами для всех народов, были созданы в те далекие времена. Но, как вы понимаете, нас сегодня будут интересовать другие источники, другие памятники и другие сокровища. Ведь мы же говорим с вами о литературе. И будем, конечно же, сегодня с вами знакомиться именно с литературными произведениями. Поговорим о мифах. Мифы Древней Греции. Что это такое? Это произведение устного народного творчества. То есть вы помните, что любое произведение устного народного творчества – это то, что передается из уст в уста. И существует не в записанной, зафиксированной форме, а вот именно в речи всех людей, которые интересуются литературой. И в этих произведениях рассказывается о происхождении мира, о деяниях богов и героев, а также объясняется явление природы, объяснение картины мира на основе знаний и опыта. Как же возникли когда-то мифы? Ну, представьте себе, древние люди, конечно же, были любопытны, но у них не было той науки вот на том уровне развития, на котором она присутствует сейчас. Но им было интересно, почему гремит гром, почему день сменяется ночью, почему на смену весны всегда приходит лето и так далее. Много явлений вокруг в мире происходило замечательных и загадочных. И они попытались это объяснить со своей точки зрения. С точки зрения людей, которые не обладали какими-то определенными научными знаниями. И они придумали мифы. То есть, если мы с вами будем, ну, может быть, допускать какую-то определенную вольность в определении мифов, то можем смело сказать, что мифы – это научный взгляд древних греков на окружающий мир. Конечно же, эта научность со временем устарела. И для нас сейчас с вами осталась абсолютно поэтическая и красивая сторона этих литературных произведений. Именно об этой стороне мы сейчас с вами и начинаем говорить. Но прежде чем сравнить мифы со сказками, а именно со сказками хочется сравнивать мифы, они очень похожи на сказки наши, родные, русские, Давайте вспомним, вернее, я вам расскажу о том, что в основе всей мифологии лежит строгая иерархия создания мира с точки зрения древнего грека Эллина. Всем управляли боги. Богов поселили Эллины на Олимпе. И богов они создали по своему образу и подобию. Что интересно. Конечно же, это были очень умные создания. Конечно же, они были могучие. Конечно же, они были самые сильные и красивые. Но самое главное, что их отличало от людей, это то, что они были бессмертные. А вот чем как раз они не отличались от обычных людей, это то, каким характером они обладали. Точно так же, как простые люди в определенных ситуациях. Они могли быть милосердными, добрыми, справедливыми. Но они были и в гневе, они умели и мстить, и быть несправедливыми по отношению и к другим богам, и уж тем более к людям. Эллины поклонялись богам. Они наделяли их красотой, волшебной силой и бессмертием. Древнегреческие боги – это высшие существа, олицетворяющие силы природы и управляющие жизнью. Ну а теперь о том, что я вам уже обещала. Вы помните, что самой красивой, самой запоминающейся единицей устного народного творчества в русской литературе является, конечно же, сказка. Вы сейчас услышали, как я вам рассказывала про миф. И, наверное, задали себе самим вопрос, а какая же разница между русской народной сказкой и древнегреческим мифом. Да, собственно говоря, очень много общего между двумя этими понятиями, но есть и разные некоторые моменты. О них сейчас и поговорим. Общее. Что объединяет сказки и мифы? То, что это, как мы уже сказали, произведение устного народного творчества. То, что и сказки, и мифы у нас созданы фантазией человека. Но дальше начинаются у нас различия. Сказка в сказке, в сказочном мире максимально приблизен этот мир и все, что в сказке происходит, к обычной жизни. Сказочные герои взяты и перенесены в вымышленный мир из обычной жизни. Любой человек, которого можно было встретить, да, вот где-то там на улице, мог в какой-то момент стать героем сказки. В мифе немножко все-таки другой подход к выбору того, о ком он сочинялся. Все-таки мы помним, в основе любого мифа лежат общие представления о месте человека в строгой иерархии земных и божественных сил. Помните об этом. И что же еще отличает сказку от мифа? Мы с вами всегда, говоря о сказке, вспоминаем замечательные слова Александра Сергеевича Пушкина. Сказка ложь, да в ней намек. И все мы прекрасно понимаем, что сказка это ложь. Интересная история, волшебная или бытовая. Миф, система, образующая вымысел. Помните, система, общие представления человека о окружающем мире, который призван объяснить что-то глобальное, научный взгляд на окружающий мир, создание мира, происхождение народа и основы религии. Таким образом, посмотрите, сказка и миф, конечно же, имеют какие-то общие моменты, которые объединяют два этих жанра устного народного творчества. Но есть и то, что принципиально отличает в содержании эти два жанра. Отличаются они еще и своей композицией. Миф. Полное отсутствие композиционного единства. Как захотели рассказать какую-то историю, так ее и рассказывали древние эллины. В сказке мы с вами изучали и знаем, что всегда есть присказка, в том числе и юмористическая, есть зачин, есть развитие действия, есть завязка и есть концовка. И это обязательно. Пространство и время по-разному соотносятся и в сказке, и в мифе. В сказке вы понимаете, да, что все, что происходит, это вне времени и пространства. Никогда конкретно ничего не говорится. Давным-давно, в тридевятом царстве, в тридевятом государстве, в некотором царстве и так далее, никогда никакой конкретики у вас не оказано. В отличие от мифа, где, несмотря на щедро приукрашенные фантастические мотивы, не пребывают все-таки они, эти действия, о которых повествуются в мифах вне времени и пространства. И всегда точно указано, где происходит действие. В Древней Греции, как минимум. Итак, сделаем, ребята, вывод. Сказки и мифы – это здорово, они похожи. Но говорили-то мы сегодня о мифах. И еще раз скажем о том, что мифы – это жанр устного народного творчества, в котором древние греки имели возможность воплотить свои взгляды, свои представления об окружающем мире. Я надеюсь, вы убедитесь в этом, когда прочитаете некоторые из тех мифов, которые даны вам в учебниках. А если вы заинтересуетесь, почитайте мифы Древней Греции. Есть замечательные сборники, в которых их очень и очень много. Поверьте мне, это увлекательное чтение. Итак, дома вы по учебнику Коровиной читаете миф «Яблоки Гисперид». И на следующем уроке мы начнем с вами говорить о великом герое Древней Греции – Геракле. Всего доброго, спасибо за внимание, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин